Палата представителей отложила отправку в Сенат обвинений по импичменту против майор Коса до следующей недели. Законодатели-республиканцы раскритиковали действия Алехандра Майоркеса на южной границе США, назвав его иммиграционную политику хаосом в среду 10 декабря, в тот же день, когда контролируемая республиканцами Палата представителей США должна была выступить с обвинениями в импичменте против министра внутренней безопасности, сообщил представитель спикера Палаты Майк Джонсон. Республиканцы обвиняют Байдена и Майоркеса в том, что они устроили кризис нелегалами на границе США и Мексики, который достиг рекордного уровня с момента вступления Байдена в должность в 2021 году. Республиканцы утверждают, что Майоркес отказался полностью обеспечивать соблюдение миграционного законодательства США и разрушил ограничительную политику 45-го президента Дональда Трампа. Республиканцы утверждают, что Майоркес превысил свои полномочия, позволив миллионам иностранных граждан нелегально пересечь границу США. Пограничный патруль США за последние шесть месяцев произвел более одного миллиона арестов нелегалов. А скольким удалось избежать ареста, мы пока можем только догадываться. Социал-демократы в Нью-Йорке изо всех сил пытаются сорвать выборы президента США в 2024 году и буквально менее чем за шесть месяцев до начала выборов. Несмотря на все логические доводы, чтобы отложить процесс, запускают карательную машину в отношении своего политического оппонента Дональда Трампа. Трампу во вторник левые судьи отказали во второй попытке отложить судебный процесс 15 апреля, связанный с дополнительной выплатой корной звезде денег за бог знает что. Она изначально получила денег за то, что процесс и не начинался. Потом, как и полагается людям с социально низкой ответственностью, все позабыла и подала в суд, насколько этот скандал был выгоден социал-демократам. На слушаниях в апелляционном суде штата среднего уровня адвокаты 45-го президента США утверждали, что судебное разбирательство следует отложить, чтобы дать ему возможность оспорить постановление о неразглашении информации по делу. Помощник судьи Синсия Керн быстро отклонила просьбу по отсрочке. Неполная коллегия апелляционных судей позже рассмотрит основной протест кандидатов президента республиканской партии на приказ о неразглашении информации. Ранее отдельный судья отклонил просьбу Трампа отложить судебный процесс, пока он пытается перенести дело из Манхэттена, где преобладают социал-демократы. Его адвокаты заявили, что проведенный ими опрос жителей Манхэттен показал, что 61% респондентов считают Трампа заранее виновным, а 70% имеют о нем отрицательное мнение. Выбор присяжных для первого в истории уголовного процесса над 45-м президентом США должен начаться 15 апреля в суде Нью-Йорка в Манхэттене. Судья Хуан Мирчан поздно вечером в понедельник обнародовал анкету, на которую все люди, призванные для возможной помощи, ответят, прежде чем их допросят адвокаты. В форме 42 вопросов присяжным задается вопрос, какие средства массовой информации они читают или смотрят, присутствуют ли они когда-нибудь на митинге Трампа и поддерживают ли они такие движения, как Юанон, Прауд Бойс и Антифа. Они также спрашивают, есть ли у них твердые убеждения в отношении Трампа и того, как разбивалось дело о деньгах за тайну. Трамп назвал дело, возбужденное окруженным прокурором Манхэттена, демократом Элвином Брегом, партизанской охотой на ведьм и вмешательством в выборы. Время предполагает, что это попытка отложить судебное разбирательство, что-то вроде «Радуйся, Мария». Это те вопросы, которые действительно могли быть подняты и должны были подняты уже давно. Было бы сложно привлечь присяжных к работе, независимо от того, в какой части страны они расположены. Конечно, в Нью-Йорке было много внимания и средств массовой информации, но я думаю, со временем они смогут и привлечь присяжных, которые могут сказать, что они смогут принять решение беспристрастно, основываясь исключительно на доказательствах, предоставленных суду. И что у них нет предвзятого мнения относительно того, виновен ли Трамп в совершении преступлений. Всякий раз, когда происходит очень громкое дело, которое получает широкую огласку до суда, люди обязательно узнают о нем. Конечно, вдобавок, если человек еще знаменит, в данном случае президент, все знают, какой президент Трамп. У каждого, так или иначе, будет мнение, точки зрения о том, был ли он эффективным президентом или нет. Настоящий вопрос здесь в том, смогут ли они отложить все эти рассуждения и просто принять решение на основе доказательств, представленных в суду. Идеальный присяжный для прокуроров – это тот, кто, если они встретят светофор в 2.30 ночи, и даже если на перекрестке нет машин, они будут ждать, пока не загорится белый свет, прежде чем пройти. Это то, чего ищут прокуроры. Кто-то, кто ценит верховенство закона, и тот, кто законопослушный гражданин. Со стороны защиты адвокаты будут искать кого-то, кто может быть более разнообразное прошлое. Они будут искать присяжных, которые являются в некоторой степени бунтовщиками. Кто-то, кто не является обязательно последовательным правил. Кто-то, кто, возможно, бросил вызов истеблишменту в прошлом. Кто-то, кто по-новому взглянет на вещи и готов мыслить нестандартно. Обычно обвиняемые и признанные виновными с фальсификацией деловой документации в Нью-Йорке не попадают в тюрьму, если это первое преступление. Вообще говоря, это не такое уж серьезное преступление, но каждый случай индивидуален. И в этом случае, как и во всех других, судья будет учитывать множество факторов. Социал-демократы не устают нам лгать. Никто не может быть выше закона, даже президент США. Об этом, несмотря на коррупцию Байдена, Пелоси и остальных равных перед законом, если бы так было, они бы давно уже сидели пожизненно, специальный прокурор Джек Смит заявил в докладе Верховному суду США, призывая судей отклонить заявку Дональда Трампа на иммунитет судебного преследования, которым обладают все президенты. Смит подал иск в понедельник, перед тем, как 25 апреля судьи заслушают устные аргументы по поводу заявлений Трампа о президентской неприкосновенности. В своем сообщении Смит чуть ли не почувствовал себя в праве указывать Верховным судьям, прямо вынося как бы заранее решение, необходимое для социал-демократов. Он заявил, для эффективного функционирования президентской власти не требуется, чтобы бывший президент был освобожден от ответственности за предполагаемые нарушения федерального уголовного законодательства. Напротив, основополагающий принцип нашего конституционного строя заключается в том, что ни один человек не может быть выше закона, включая президента. Ну, точку зрения Смита в понедельник поддержала группа из 19 отставных 4-звездочных офицеров армии США и других бывших высокопоставленных чиновников национальной безопасности. Вот сколько предателей США в высших должностях. Которые хотят, чтобы социал-демократы получили неограниченную власть. Два суда низшей инстанции отклонили иск 45-го президента о неприкосновенности. Решение Верховного суда выслушать аргументы по его заявке отложило судебное разбирательство по сфальсифицированному демократами делу. Это придало Трампу импульс. Он пытается отложить судебное преследование, по крайней мере, пока баллотируется на возвращение в Белый дом. Посетил тест Tomиев неправильно. Готови後. Упия лошадь 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 лошадь. Перек screws. Америку накрывает инфляционная война. Приближаются выборы и экономическая статистика совсем не радует ни американцев, ни Белый дом. Инфляция растет, в марте достигла 3,5%. Драйвером же остаются энергоносители и растущая стоимость бензина из-за взлета цен на нефть. Впереди летний сезон, и цены на бензин устремятся выше 4 долларов за галлон, что дополнительно ударит по логистике в США и подхлестнет инфляцию. В 2022 году Белый дом пытался сбить цены за счет опустошения нефтяного резерва США. Но сейчас тот уже более чем наполовину пуст, и пополнить его горе-аппаратчикам Байдена так и не удалось. При этом ситуация на Ближнем Востоке остается взрывоопасной, и Уолл-стрит прогнозирует рост нефтяных цен выше 100 долларов за баррель. Это вынудит американскую ФРС отказаться от снижения ставок, что усугубит дисбалансы в экономике США. Ставки по ипотеке выросли выше 7%, пузырь вздувается, жилье потеряло в цене 14% с 2022 года. Рынку корпоративной недвижимости грозит катастрофа с обвалом ценно-недостроенные небоскребы. Ставки по кредитным картам превысили 20%, долг по ним достиг 1 триллиона долларов. А сбережения американцев истощаются. И выхода из системного кризиса байданомики так и не просматривается. В США продолжается борьба с расизмом. Правда, не то, чтобы его собираются искоренить. Просто предлагают закрывать глаза на преступность, если она совершена людьми с другим цветом кожи. Но наказывать теперь можно только белокожих. Сеть Mass General Brightham Hospital, объединяющая десятки госпиталей на северо-востоке Америки, больше не будет сообщать в соцслужбу о новорожденных с абсистентным синдромом и наркозависимостью. Просто это чаще всего встречается именно у чернокожих младенцев. И разжигает расово-этническое неравенство в медицинской системе, по их мнению. С причинами вроде бы повального употребления опиоидов бороться нет возможности. Гораздо проще спрятать голову в песок. Пока Америку накрывает опиоидная лихорадка, от которой умирает более 100 тысяч людей в год. Похожая ситуация в начале года случилась в Чикаго, где признали российской систему слежения за перестрелками. И опять проблема не во взлете преступности, когда каждый уикенд Чикаго подстреливает десятки человек, а в предвзятости тех, кто на это указывает. Пока уровень преступности продолжает зашкаливать, как и во всех левых мегаполисах США. Предлагают еще отказаться от камер видеофиксации на дорогах. А то снова получается, что они выписывают гораздо больше штрафов в районе проживания чернокожих и испаноязычных. Опять же, расизм. И можно не искать причины высокой криминогенности этих округов. Впрочем, это уже не нравится многим из тех, чьи права демократы так активно пытаются якобы защищать. Поэтому Трамп сейчас обходит Байдена по уровню поддержки испаноязычных. И за Трампа готовы проголосовать под 25% чернокожих. Рекордный показатель для республиканцев. Так что фейковая война с расизмом может еще сильно окнуться демократам на выборах. Администрация Байдена продолжает лгать. Заголовки корпоративных новостей, выполняющих сегодня роль пропагандистской машины, гласят. В марте американские работодатели наняли гораздо больше работников, чем ожидалось. И продолжили стабильно повышать заработную плату. Зарплату же режут даже в государственных департаментах. При этом рекордно увеличивая расходы на них из бюджета. Куда идут деньги, непонятно. Но уже никто не индексирует зарплаты на процент инфляции. Даже за инфляцию уже не угнаться. Согласно отчету о занятости, опубликованном в пятницу Министерством труда, говорится, что экономика завершила первый этап на твердой почве. И может отложить ожидаемое снижение процентной ставки со стороны Федеральной резервной системы. Министры каждый раз задним числом корректируют свои цифры, чтобы показать рост зарплаты и увеличение рабочих мест. Но правда это происходит только на бумаге. А ФРС ориентируется на реальное положение экономики и вряд ли будет снижать процентные ставки займа. Рост инфляции, средняя почасовая оплата, рост цен на ключевые товары. Все цифры, заявленные администрацией Байдена, ничего общего с реальным положением дел не имеют. Рост заработной платы в диапазоне 3-3,5% рассматривается как соответствующий целевому показателю инфляции ФРС в 2%. Инфляция по большинству показателей превышает этот целевой показатель. Председатель ФРС Джером Пауэлл ранее на этой неделе подтвердил, что Центральный банк не торопится снижать стоимость заимствований после того, как в марте оставил ставку без изменений. Мировые рынки захватила золотая мания. Стоимость золота достигла рекордного уровня за всю историю – 2350 долларов за тройскую унцию. Спрос на физическое золото только растет на фоне геополитического разлома и постепенной дедоларизации. В 2023 год Центробанки мира скупили рекордные тысячи тонн золота, как в 2022 году. Особенно активно покупают золото Китай, монархии Персидского залива, Индия, Турция и страны Центральной Азии. Спрос на золото со стороны Центробанков находился на максимуме с послевоенного 1950 года. Золото замещает собой доллар и казначейские облигации США, которые раньше считались самыми безопасной инвестицией. Но сейчас с санкционными войнами и нестабильностью внутри США, из-за экономической байдономики Байдена, незападные страны начали постепенно избавляться от американских активов. Китай сократил вложение в госдолг США в 500 миллиардов долларов. Фонд Рокфеллера называет это новой золотой лихорадкой. Фактически золото превращается в оружие против доллара. Ведь скупающие золото страны хотят создать альтернативную финансовую систему. А доллары и американские трейджер становятся для них чересчур рискованными активами. Их в любой момент, например, могут заморозить, да и многие опасаются серьезного форс-мажора внутри США. Скажем, с техническим дефолтом на фоне острейшего раскола и дисфункции Вашингтона. Для США же падение спроса на доллары своей облигации чревато плохими последствиями. Ведь обслуживать госдолг в 35 плюс миллиардов долларов и содержать военную машину с 700 базами по всему миру будет становиться все проблематичней. Мальчику из Иттона указали на место. Спикер Конгресса Майк Джонсон очень красиво отшил Дэвида Кэмерона. Глава Foreign Office отчаянно пытался встретиться с лидером республиканцев, чтобы хоть как-то ускорить согласование украинских траншей. Но Джонсон просто проигнорировал визит Кэмерона. У него нет свободного окна в графике, чтобы встречаться с британскими лордами. Не менее плачевно прошли переговоры Кэмерона с Трампом в Моралага. Ведь Кэмерон всячески оскорблял Трампа в 2016 году, а Трамп такого не забывает. Так лорда Кэмерона еще не посылали. Сам он провел сумбурную пресс-конференцию с Блинкином, где оправдывался за свой визит в США, утверждая, что он не пытался говорить с американцами, как им тратить свои деньги. Впрочем, быстрого согласования траншей не ожидается, поэтому Белому дому приходится экстренно отбирать 130 миллионов долларов у Госдепартамента для продажи запчастей для ПВО ХОК в Украине. Пентагон уже свои деньги не тратит. У него и так кассовый разрыв в 10 миллиардов долларов. Ну а украинские лоббисты спешно переключаются на работу с республиканцами. Зеленский зазывает уже теперь Трампа в Киев. Ермак адресует статейки евангелистам США. Но все они натыкаются на нежелание тратить американские миллиарды на распил бюджетов социал-демократов. Голландские ученые изучили гендерные предпочтения своей молодежи и выяснили, что с возрастом желание сменить пол у детей резко улетучивается. В 10-летнем возрасте, например, около 10% респондентов были согласны пройти гормональную терапию. А уже к 25 годам их доля сократилась до 4% всего. Тем не менее, социал-демократы продолжают активно навязывать именно детям гормональные препараты и блокаторы пубертата. Хоть это и приводит к изушительным последствиям для растущего организма. А многие в дальнейшем сильно раскаиваются в том, что накачивали себя гормонами. Уже 19 американских штатов запретили операцию по смене пола над несовершеннолетними детьми. К ним начали присоединяться и ряд стран, включая Британию. Там недавно был большой скандал с клиникой в Тавинстоке, где тысячи подростков вынуждали пройти курсы гормональной терапии, заставляя проверить принадлежность противоположному полу. Трансгендерная эпидемия среди детей привела к тому, что их число с 2009 года выросло на 1000% среди мальчиков и на 4500% среди девочек. Это превратилось во многомиллиардную индустрию для производства гормональных препаратов. Кстати, врачи и главные бенефициары в этой среде открыто признаются, что им очень выгодно навязывать детям гормональную терапию. Одним из главных лоббистов трансгендерной повестки является влиятельный клан миллиардеров Притскеров. Они вложили миллионы долларов в продвижение трансгендеризма среди именно детей и теперь активно с этого зарабатывают. Ну а одна из них, Пенни Притскер, еще стала и смотрящей от США. Так, чтобы не осталось никаких сомнений в том, что будет ждать детей в мире. СОЦИАЛДЕМОКРАТЫ Чего не сделаешь ради выборов, социал-демократы откровенно паникуют. Хаос на Ближнем Востоке уж сильно подрывает их позиции в президентской гонке. Война в Газии возмущает немалую часть их электората, а конфликт с хуситами в Иране подстегивает инфляцию, усугубляя нынешний кризис. Теперь у Белого дома появилась очередная дниальная задумка. Устроить договорничок с хуситами, предложив убрать их из списка террористов, лишь бы только они перестали атаковать суда. Администрация Байдена еще предлагала разморозить активы Ирана в 10 миллиардов долларов. Впрочем, в обоих случаях аппаратчиков Байдена вежливо посылают куда подальше. Особенно на фоне нынешней эскалации между Израилем и Ираном. Белый дом пытается оказывать давление и на Нетаньяху. А разведсообщество США и вовсе анонсирует сценарий цветной революции в Израиле с массовыми протестами, сменой режима и отставкой Нетаньяху. Байдена чуть ли не ежедневно преследуют пропалестинские протестующие. В очередном штате на Праймерисе в Висконсе 47 тысяч демократов проголосовали против всех, бойкотировав движение Байдена на второй срок, считая его действия в отношении Израиля недостаточно радикальными. А это в два раза больше, чем был отрыв Байдена от Трампа в 2020 году. Впрочем, возможность влиять на ближневосточные процессы у команды Байдена уже совсем ограничены. А Трамп, например, и вовсе ударился в свою дипломатию и ведет параллельные переговоры с принцем Бин Салманом в обход Белого дома. Он надеется заранее подготовить почву уже для своих договорников и ринуться в ближневосточное пекло сразу же после выборов. Южную границу США продолжают пересекать по 10 тысяч нелегалов ежедневно. А это официальные цифры. Белый дом уже совсем самоустранился от ситуации, не сильно помогает и вмешательству республиканских штатов. Хоть Техас и пытаются силами нацгвардии остановить поток нелегалов. В Техасе арестовали нацгвардийца, который за деньги перевозил нелегалов через границу. Многие из них, как и полицейские, уже и сами смекнули, что на это можно прилично зарабатывать, и активно занимаются перевозкой нелегалов. Кстати, взятки не обязательно идут напрямую от иностранцев, нелегально пересекающих границу. Картели также платят напрямую пограничникам и полицейским, ведь для картелей это многомиллиардный бизнес. В одном из сотен миграционных приютов Чикаго произошла очередная вспышка туберкулеза. Левый мегаполис, которым поддерживают от выборов к выбору социал-демократов, пожинают плоды допущенных ко власти политиков. Город заполонили десятки тысяч нелегалов, которые массово депортируют из республиканских штатов. Они собой притащили, помимо криминала и обесценивания, и без того уже бесполезных голосов избирателей еще и целый букет болезней. В Чикаго зафиксировали 55 случаев вспышек кори, хотя официально США победили эту болезнь в 2000 году. Во многих районах Нью-Йорка также обострилась ситуация с туберкулезом. В Мэриленде обнаружили малярию. Рекорд бьет Сан-Франциско, чьи улицы забиты бездомными нелегалами. Он столкнулся со вспышкой шигелеза, предающегося через фекальные загрязнения. Трамп в случае победы обещает провести масштабную военную операцию по депортации миллионов нелегалов и стянуть для этого войска со всего мира. Впрочем, до инаугурации в январе еще далеко, а миграционный кризис к тому моменту может совсем выйти из-под контроля. С настоящей анархией в мегаполисах США ближе к выборам. Хотите участвовать в борьбе за свободу слова и гражданские права? Давайте строить информационный канал 2Kets Video Production вместе. Мы не надеемся на монетизацию от захваченных социал-демократами платформ и боремся против монополии на информацию. Поддержите котов через Зелие, PayPal, Кэшап. Подпишитесь на Patreon, X и TrueSocial.